Дракунский. Этого человека, я думаю, особенно представлять не надо, а если вы о нем что-то не знаете, то это мы на полу из нашего интервью, которое надеюсь будет максимально равна. Я хочу начать с максимально наивного вопроса. И не слиптую чу, и не первый раз в Катеринбурге, все равно есть какое-то впечатление о городе, и в ночь, и оно меняется. Вот сегодня не слиптую, и что-то изменилось? Да, безусловно изменилось. У меня даже такое какое-то странное впечатление, впечатление роскоши. Просто роскошный город. Особенно, когда ты смотришь вот эти улицы, особенно, когда заберешься наверх на дорогу площадку, и смотришь, у тебя аспекты, дома, много новых домов, просто великолепны. Я, конечно, понимаю, что в каждом городе есть такой очень тазовый, роскошный центр, и, конечно, есть такие, может быть, окраины, очень красивые, но у меня впечатление просто столицы. Потому что я был в Катеринбурге 4-5 лет назад, то ли снег шел, то ли ветер был, когда дождь капал, но у меня было, например, город и город большой, город хороший, город повесил. А сейчас я просто... О! Как так вот. Так что впечатление изменилось. Вот. Когда я представлял, что в день чтения, посвященный Дмитрию Мальчисовичу, Манину Тибирюку, главным гостем будет Дмитрий Драгунский, мы друзья тут уже спросили... А, Дмитрий Драгунский. Нет, друзья спросили, а как Манин Тибиряк связан с Драгунским? Я говорю, а вы не представляете? Само-то немного. Это может быть для вас более странно. Когда я взялся читать ваши рассказы, я стал думать, почему они в русской традиции близки. Я понял, что для меня лично они имеют в свои корни в 1870-х годах в том направлении, которое мы произвели в городе, как Лишин, Дмитрий Драгунский, Манин Тибиряк, Швейтников. И это направление называется физиологическим очагом, когда началось отступление от каких-то общих высоких истин и максимально пристальное внимание человека к интересности, к этике, морально, к изменению границ вот этой этики. И когда я пытался продемонтировать ваши рассказы, я понял, что это действительно очень серьезное исследование и техническое размышление. А как сами вы ощущаете метод, который не смогла вам рассказать? Вы знаете, один очень уважаемый мой человек, Амболитов Шостакович, Д. Д. сказал, что самое смешное, когда автор является специалистом в области собственного творчества. Вот. И я мог бы, конечно, сказать, но я не знаю, какой мне метод. Мой метод? Я, правда, я писатель-реалист. Но в самом широком смысле реалистом все писатели, которые не древние и не средневековые и не ультрасовременные с потоком сознания и всякой такой же. Поток сознания тоже могил на самом деле. Не так трудно. Но надо. Мне не надо. А что касается исследования действительности, видите ли, для меня инструментом исследования действительности, если можно так говорить, служит фабула. Для кого-то это служит психологический анализ, для кого-то стилистические подходы, какие-то языковые игры с помощью каких-то комментариев, сравнений, показывают нам мир отношений людей. Для меня как для классического новеллиста, короткий рассказ с определенным, достаточно ярким, динамичным сюжетом. И эта сюжетность для меня является очень важным моментом. Вообще классик оговорился. Один мой знакомый филолог сказал, я последние десять лет занимаюсь изучением русских классиков третьего, четвертого ряда. ряда 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 это именно те авторы, которые составляли базовый контент журналов, филолог. без них ни первого, ни второго ряда не были. Это те авторы, которые создают культурную базу. и вот если говорить о культурной базе, то по тем рассказам, которые я успел прочитать, вы очень внимательно следите за изменениями во времени. Изменения моды во времени, изменения границ тех или иных эстетики, границ каких-то доверий и доверий между людьми. Эта линия как-то сейчас про знаки говорить и сбился. Эта линия является в литературе только вы начинаете писать рассказы, о чем вы говорите? Ваши рассказы очень часто бывают личным размышлением анализа. бывает так, что вы сразу знаете, чем закончите рассказы, или вы понимаете какие-то открытия в процессе письма? Как это было интересно? это как когда? Обычно я понимаю, что закончится рассказ, потому что не зная чем закончится рассказ, нельзя приступать к нему описанию так же, как нельзя понимаете, как в архитектуре. Манузия представит, что архитектор начинает чертить какой-то план, не зная, что он хочет сделать. понимаете вы понимаете здесь делают гостиную, а здесь лифт а здесь чертак а что вы делаете? что получится? так не получается ничего не получится но с другой стороны у меня иногда бывает что рассказ окончается не так, как я его задумывал что-то поворачивается и само выскакивает другой финал это потому что я так погружаюсь в жизни своих персонажей и получается что они уже начинают меня подеть и они уже начинают делать что-то у меня была замечательная по большинству речь я написал длинный длинный предлинный роман под названием автопортрет неизвестного советская такая семейная сага начинающаяся с 34-го года и окончающаяся в 2010-м году в основном это квартирная сага потому что это история квартиры в которой эти все сильнейшие условия квартиры переходят из рук руки и героиня главная героиня этого романа она была просто писательница которая купила эту квартиру и рассветывает то, что не было раньше и вдруг в последний момент на последних 50-ти страницах эта героиня рассказала мне как бы кто она такая и кем она приходится этим людям говорит она чья она девочка понимаете на самом деле я клянусь что этого я не знал и не задумывал это выскочило само и вдруг она говорит а кто это девочка говорит ей другой герой и она ему говорит фразу и она говорит ну включи соображаловку она говорит это ты и я понял что это на самом деле понимаете какой-то момент бывает это очень редко это чудесные случаи когда вдруг герой начинает действовать на самом деле получается по слушательности Татьяна облаченовичу и его выскочила а вообще вот это очень интересно граница между литературой и жизнью которая нарушается переворачивается да ладно шутил на тему что жизнь всегда обладает литературой и если мы будем следовать за жизнью то никто не знает что это вообще может такое литература всегда упрощает жизнь а для вас есть граница между жизнью нет для меня такой границы нет потому что я литературой потому что я литература Розанов говорил что я ношу литературу как брюки штаны штаны в принципе он мне пришел как штаты я могу сказать в силу своего детства я могу сказать что я живу литературе как врачном поясов Я не вижу границ между литературой, между вымыслом и реальностью, и я не могу полностью согласиться со свободным, потому что мне кажется, что жизнь не в жизни осложнеет, а жизнь часто подражает инициативу, понимаете? Да, в жизни часто бывает только крышка, а не наоборот. Но в любом случае, понимаете, эта проблема жизни и литературы, она относится, на мой взгляд, так к правым ложным проблемам, как к проблемам личности и общества. Что раньше, личность или общество? Общество состоит из личностей, а личности проговоруется обществом, и мы, так сказать, про курицу и яйцо, так сказать, приходим к этому. Это одно, понимаете, литература и есть жизнь. А жизнь во многом есть литература. Почему же жизнь во многом есть литература? Потому что мы о жизни, которая происходит, происходило 10 лет назад, а тем более 100, 200, 300 лет назад. А жизни, которая происходит на другом континенте или в другом социальном слое, в другом районе, мы не можем узнать иначе, как из литературы. Мы же не можем прилететь туда, понимаете, все время облетами пришли, время от времени, с помощью машины времени заглядывая в прошлое. Не получается, хочется, но не получается. Единственный способ жить, узнавать жизнь, это читать книжки. Или слушать, пересказывать книжки. Я бы сказал, вот я тут недавно читал. То есть у читателя складывается такое ощущение, что он начинает читать, потому что литература, это то, что книги никогда не произойдет, но через книгу происходит. Ну, например, так. А Ваши вопросы как раз ориентированы на моем ответе, только в моем, может быть, это совершенно не так, что это как раз анализ того, что с нами как раз происходит. Чтобы мы увидели, внутри чего мы находимся. Ну, может быть, и так, может быть, и так. Тогда какие-нибудь важные проблемы, которые бывшие и важными, а не выдуманными, вы хотели бы поделиться? Какая для Вас проблема этих вопросов? Для меня это все проблемы. Для меня очень важная проблема, моя личная проблема – это проблема заурядности. Проблема модальности человека. Понимаете? Потому что мы все неповторимые, уникальные личности. У нас таких неповторимых, уникальных личностей восемь миллиардов километров. И все такие неповторимые, что, в общем, лучше, проще сказать, что мы обыкновенные. Понимаете? Очень трудно мне понять, что я самый обыкновенный человек. Что значит обыкновенный? Это не значит, что я не какой-то гений, не герой, не красавец, не силач. А в другом смысле, все, что со мной происходит – это просто обыкновенные какие-то сделки на рынке жизни. Понимаете? Если мою весу там не поставили, я когда-то мой драматолог. И если мой, там, не знаю, роман, не встретили так с каким-то… Аааа, не знаю, это корректно. Если меня бросила женщина, это не значит, что… Сен-За-Почеречка, режиссер-дурак, что эта женщина-плоскоп. Вовсе не значит. Это значит, что просто… Вот было так, стало так. Понимаете? Зарывы деньги. Вот и все. И ничего особенного. Понимаете? Мы все время все находимся в состоянии бесконечных контактов, обменов. Никто никому, кроме, конечно, исключительно случаев, и тоже никому в быту не желает зла, и, так сказать, живут они свои выгоды. И вот так. Понимаете? Не надо делать трагедии из собственной непонятности, из собственной невостребованности, из собственной, так сказать, неудачливости. Вот это моя, так сказать, личная проблема, которую я стараюсь постоянно решать. Когда-то, когда я был начинающим, еще драматурным, еще, так не знаю, сколько, 35 лет назад, я всегда просто меня исходил в нерву по поводу непринятой пьесы, знаете, сценарий. Аудиоты, никакие, или там, советские там, советские там волкодавы не дают там смелость. Ничего. Есть, наверное, вещи нехорошие, то обязательно это поставят, и мы начинаем. Как принимаешь? Вот. Вот это. Давайте тогда сейчас перейдем к самому хорошему. Можно ли нам впечатлить? Ну, можно. Если вы хотите. А потом обратимся к залу и поговорим в зал. Хорошо? Сейчас сразу хочется спросить человека, почему же собрать людей? Вы слушаете? Есть вопросы у вас. Кто-нибудь поднимет его? Вот. Он сразу на улице захочет. Я прошу. Нет. Апостол, у вас что-нибудь, хотел ли я? У меня, конечно, много вопросов, потому что нечастливые есть, отборились с вами и не говорили. Да. Ну, вот хотя бы такой. Ваши ипостаси, литературные, блок, новелла, ну, до этого, публицистическая статья, это, как правило, такой, ну, спринт или средняя дистанция. Да. А вот замахнулись вдруг на марафон романа. Дело принципа. Да. Вот. Из чего вырос? Из какого зерна? Что стало стартовой площадкой для создания вот такой махины? Для романа «Дело принципа» стартовой площадкой стал своего рода психологический, если можно так выразиться, эксперимент с самим собой. Я встал к зеркалу, посмотрел на себя. Я увидел, что мне 65 лет, что я из простых. У меня был дедушка шофер, для бабушки машинист. И спросил, что у меня, я не богат. Я русский. Ну, не чистотровый, но я русский. Живу сейчас, в 2013 году. Кроме того, я мужчина. Мне захотелось бы представить себе, что был бы, если бы я был бы, во-первых, женщиной. Во-вторых, чтобы мне было 15 лет. Во-вторых, чтобы я был какой-нибудь немкой пополам, немкой и славянкой. Чтобы я жил в Австралии в 2014 году, чтобы я был аристократкой и макричкой. И вот от имени этой персонажки написать толстый хромат. От первого лица дня. Я, меня зовут Эдамберка Станислава Тайвинский, он мерзывок. Я живу в какой-то городе. У меня вот есть папа, у которого огромное поместье. У меня есть слуги. У меня есть ту-ду-сюду. Мама, которая убежала из дома. У меня есть квартира в городе. У меня, ну, здесь у моих родителей. И кроме того, а кроме того, на дворе 14-й год, май месяц, скоро мне 16 июня, а моя мама укрывает террористов письменной партии. Которые хотят умысить города. И вот, вот так вот закрутить вот такой лошадок. Я с огромным удовольствием, могу сказать, писал эту книжку. Она остается моей пожарной. Юной книжкой. Она написана. Естественно, она была. И я ее потом с большим удовольствием выкладывал, когда началась пандемия в апреле месяце. Кусочками всю эту огромную 20-й год силийственную книгу. Уложил в течение двух месяцев кусочками по 22-й год. И получил от этого еще большой вопрос. Вот так, ребята. Когда пришла информация о религии этого романа, меня заботила, как будет писаться принципы. А-а-а. Еще такой вопрос. В какой-то мере вы работаете на площадке, где до вас работал Трифон? Ну, в какой-то мере, да. А вот, среди писателей, отношение к творчеству Трифонова вы знаете достаточно, скажем так, разнообразное. Ну, вспомним Юрий Дрожников, или... Юрий Дрожников, или... Юрий Дрожников, да. Да, или Карпчевский. Прямо говорит. Хороший писатель Трифонов? Хороший. Правдивый или писатель Трифонов? Какой? Правдивый или писатель Трифонов? Нет. Ну да. Нет. Вот вы бы как это прокомментировали? И вообще у вас много литературных полейник, полейник. Ну, в частности, вот мне помните, такая ваша фраза. Если бы Всеволод Копчетов написал Мастера и Маргариту, то интеллигентная Россия этот формат не приняла бы. Правильно. И еще по поводу Аркадия Петровича Кайдара у нас был очень мощный наезд на автора Чука и Гека. Вот ваше отношение с вашими путешественниками немножко поможете? Ну, я своих путешественников очень люблю, говорит, свиньо. Что касается Трифонов, знаете, я сейчас не могу, правда, концепцию, так сказать, выстраивать. А насчет Трифонов, я люблю Трифонов. Он, можно что-то, знаете, он мой сосед, я его знал, знал хорошо Юрия Валентиновича. А что касается неправды, понимаете, в чем дело? Есть правда, касающаяся искусства, и правда, касающаяся политики. Вы знаете, наверное, говорят, ну, как могли эти русские советские писатели писать там то, сев, пятое, десятое, когда? Когда город. Когда крестьяне в крепостном состоянии. Когда там, какой Леонов, какой Крусовский, когда Трифоново не печатают? Ну, примерно. Когда кто-нибудь там в тюрьме сидит? Ну, посмотрим на лидературу 19-го века. Крепостничество, площадь, военные поселения там. А тут тебе, понимаешь, всякая такая вот, всякий Евгений Олегин начинается. И мертвые души. Мертвые души. Книга про роботорговцев, про владельцев. Хоть бы зло о вагоне рассказал в осуждении этого позорного явления человечества. Одни русские люди, других русских людей поддают эти копейки и заставляют их, так сказать, прессать себя. Потому что литература – это не про жизнь. Понимаете? С одной стороны, литература – это жизнь, но литература – это не совсем про жизнь. Понимаете? Нельзя требовать. Если Крепчевский совершенно ненавидил советскую власть. Я сам советскую власть даже не очень люблю. Но говорить, что эйфоновские книги непроводимые, потому что там нет осуждения в советской власти, я просто по себе говорю. Эйфоновские книги не про души людей, про отношения людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!